Наш эфир продолжается в студии Андрея Вячеславовича Яковенко, доктор социологических наук, профессор Далевского университета. Андрей Вячеславович, мы с вами обсуждали заявление в первой части нашего разговора Такера Карлсона, американского телеведущего, который в свою очередь комментировал высказывания американского политика Раскина. Этот Раскин упоминал теорию замещения, в соответствии с которой вытесняется намеренно население Запада, население Европы конкретно мигрантами, скажем так, более активными, более пассионарными, что ли. И проблема-то это на самом деле в определенной степени, как мне кажется, существует, потому что старение населения есть, недостаточная рождаемость есть. И в связи с этим, вот сообщает газета Times, такая солидная газета, солидное издание, в связи с этим, вот, например, пенсионная система Германии близка к коллапсу из-за нехватки средств. Государственная пенсионная система Германии находится на грани краха, а поскольку продолжительность жизни продолжает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить. В Европе, отмечает издание, процент населения старше 65 лет составляет 22%. В ближайшее время прогнозируется рост этой демографической группы, что приведет к снижению вливания в систему социального страхования и увеличению выплат. Немецкие экономисты предупреждали Бундестаг, что щедрая пенсионная система может обрушиться, если не провести экономические реформы, но их прогнозы отвергались. Вопрос будущего, скажем так, будущего социальных обязательств государства, если вот говорить там и о нас, говорить о Западе, вот, у нас, допустим, четко есть понимание, что Россия государство социальное, то есть ориентированное на помощь своим гражданам всяческую от рождения, от материнского капитала и по мере взросления, всякие льготы, какая-то помощь материальная и финансовая в виде каких-то скидок и до пенсии, до пенсии, то есть все это есть. В Европе, на Западе, в частности, вот тоже это, в всяком случае, было. Злые языки говорят, что это было вызвано необходимостью противостояния Советским Союзом, чтобы не было много вопросов у жителей Запада, почему это у простого советского человека есть возможность там за свою небольшую зарплату поехать куда-нибудь на юг, к морю, там, получить бесплатно квартиру, да, он постоит в очереди, да, там, будет ему, может быть, непросто все это время ютиться где-то в коммуналке, но он получит квартиру от государства бесплатно, а почему у нас такого нет? А вот сейчас как-то и старение происходит, население, и вроде бы уже и коммунистической угрозы поблизости нет, можно от социальных каких-то своих обязательств отказываться. Вот тенденция эта к чему может привести в ближайшее время, как вы считаете? Одна маленькая поправка, потом эмоция, потом анализ. Маленькая поправка, вы сказали, уважаемая газета «Таймс», ну не знаю, насколько можно какой-то сейчас из западных средств массовой информации, доброся от меня честные журналисты, может они где-то там и остались, но называть солидным изданием. Правка принимается. Да, 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 да. Теперь эмоция, когда говорят в Европе, плачут, ну может англичане и правильно делают, хотя их-то тоже касается, поплачут по поводу миграциям, где была европейская общественность, где были политические лидеры Европы, когда убивали Ливию? Они участвовали? Да, да. И они разбили эту страну. Они разбили эту страну и открыли полную шлюзы для того, чтобы к ним ехали, бежали, плыли, умирали и так далее, и так далее. Да, я понимаю, может быть, была там инспири... То же самое перед Ливией. Что было? А был Ирак. Был Ирак. Это же не турки, то есть турки начинали как бы этот поход, но в сложных условиях. А потом были разрушения государств, которые вот эту вот волну, причем чутко направляли как раз в Европу. И что? И что? Где были претензии? Где были эти правительские, великие, стратегические и прогностические оценки? О том, что нельзя трогать ни Ближний Восток, нельзя трогать ни Северную Африку, если там уже государство устоялось, если там стабильно, нужно, наоборот, помогать. В чем всегда была проблема? Да вы помогите, вы дайте там возможность развиваться, той же самой Африке. Вы не душите ее. Как это Муаммар Каддафи взял и посягнул на создание Африканского союза? Как это Муаммар Каддафи сегодня, наконец, выплывает правда, тоже выступал за конец монополии доллара? Ничего себе. Да нет, давайте мы государство разрушим, давайте мы нефть переключим на себя, а там уже куда толпа побежит, пускай она и бежит. Какая разница, что нам Италию жалко, нам Германию жалко, наоборот, хорошо. Они у нас кредиты будут брать, чтобы помогать своим или не своим пенсионерам, или поддерживать свою социальную систему. Все очень четко. Вы что, думаете, Англия так переживает за финансовое или экономическое состояние Германии? Да ни объединения Германии не хотели. Это же открытые документы, когда Тетчер писал, да, на словах, конечно, конечно. На самом деле, думал, только бы не это, только в старом мультике, понимаете? Только не это же. Поэтому никого ничего не жалко. А теперь уже, получается, Германии само себя не жалко. Когда я читаю, там кто-то очень хорошо проиронизировал, что Шольц поедет в Китай, в том числе, а в это время баз, знаменитый баз, да, открывает заводы в Китае. А получается, потому что там экономически дешевле, потому что, ну так, я пофантазирую, потому что газ там дешевле, потому что наш газ пошел в Китай, поэтому теперь в Китае дешевле строить заводы и переносить туда производство. Здрасте. А где тогда трудовая занятость германского населения? Или они тоже переедут в какую-то провинцию китайскую? Вот и все. Поэтому, когда вот это говорится, там, беженцы, когда социальная система, да вы же разрушили все, что было стабильно. Мало того, вас же предупреждали, что это этим же самым кончится. Этим людям просто, да, конечно, там есть инспирированность, безусловно, там есть проплаченность, там есть эти тропы, да, есть очень четкая фокусировка, куда бежать и как бежать. Но они бы никуда не побежали, если бы у них было там дома. И третье государство – Сирия. Оно жило, у него не было долгов. Вы понимаете? У Сирии не было долгов. Это было государство, которое само себя окупало. Ничего себе. Оно само себя окупает. Нет, нужно его растоптать, придушить и в конечном счете сделать зависимым. Вот тогда нам хорошо. Конечно же, опять же, американцы сидят, как говорил Владимир Владимирович, на большом острове, да. Все нормально, все хорошо. Переняли, как это было у англичан. Но вы же о чем думали? Ну скажите вы там, не ходите публично, скажите негласно, что мы не поддерживаем. Мы не поддержим. Вот сейчас, как там последние новости, там пытаются США вроде бы давить на Европу, чтобы она еще против Китая там очень сильно выступала. Но есть жить в Алма-Ате, и понятно, что Европа на это, скорее всего, не пойдет. Если пойдет, я вообще не понимаю, что это вообще за образование. Понимаете? Что мешало тогда сказать? Тем более, ну уж кто-кто, семья Асадов настолько была встроена в европейскую вот эту вот семью, в хорошем смысле слова. Образование получали в европейских вузах, там были связаны, по-моему, с Францией, там и так далее, и так далее. Ну что вам мешало? Нет, нужно было поддержать разрушение, нужно поддержать это, ну скажем так, просто уничтожение государства, чтобы потом говорить, ах, у нас беженцы, ах, у нас рушится пенсионная система, ах, у нас теперь экономика как-то не так работает и прочее, прочее, прочее. Ах, у нас социальная напряженность, ах, у нас религиозная напряженность. Так и Каддафи был связан с Францией, говорят, даже деньги давал. Да не то, что, но это, во всяком случае, сильно уж никто не опровергает. Но эта тема вообще для меня какая-то такая очень болезненная, когда, по-моему, много раз уже употребляли, что когда должник убил своего кредитора и перекрестил, сказал, ну все, теперь я не должен, поскольку, ну как-то вот, его уже нет. Достоевский убрать. Значит, я уже не должен. Опять Достоевский, понимаете, только в геополическом масштабе. Достоевский даже отдыхает, он, наверное, бы не смог. Нет, хотя братья Карамазова... Раскольникова тому ки совести мучили. Да, братья Карамазова доходили, конечно, и великий инквизитор, это об этом. То есть, да, Достоевский велик, просто он еще, он еще выше, как бы поднялся в легенде о веке в инквизиторе. Но в плане вот реальной, жизненной уже для нас актуальной повестки, конечно, это просто, ну у меня не хватает ни выражений, ничего не хватает. Потому что это очевидно. Ну зачем убивать то, что убьет тебя потом? Ну не сегодня, а завтра убьет. Но если бы они, конечно, выставили какой-то там счет американцам, я еще как-то понимаю, да? Но этого же не происходит. Каждый раз они очередную волну принимают на себя, потом говорят, у нас не будет экономических возможностей все это поддержать. Про российские углеводороды я даже, даже говорить это уже непристойно, потому что, ну это абсурд-абсурд. Поэтому нет, нет, Андрей Михайлович, здесь то, что эта проблема есть, да, эта проблема есть. Мало того, мне как социологу, конечно, ну пришлось и различного рода там в дискуссиях участвовать, особенно когда шла серьезная болезненная дискуссия о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. Это тоже не надо скрывать. Это было тяжелое решение, которое, причем, президент на себя взял этот удар именно общественного мнения. Очень серьезный был удар. Вот, да, конечно, вопрос, сколько людям работать и как работать, в каких условиях работать, на что они будут обеспечены, это очень серьезный вопрос. Но, извините, как раз вот Россия всегда выступала, не трогайте государство, не разрушайте государство, не входите туда ни с оружием, ни с какой-то своей идеологией, которая чуждает этому государству. И тогда, может быть, мы как-то все это взаимокомпенсируем вот этой самой международной, настоящей мировой торговлей только от слова «мир», понимаете, а не военной, экспансии. Возвращаясь к теме Европы, скажем так, как, по-вашему, в чем причина того, что горизонт планирования у Запада, в частности, у европейских элит, сократился, я даже не знаю до каких масштабов, там, год, два, три, до следующих выборов, в чем проблема? Мне кажется, проблема когда-то, когда я изучал вот ту же самую историю Америки и становление Америки, могу ошибаться, но кто-то посчитал, что очень много было работ у них, интеллектуальных, научных, посвященных Римской империи. И одна из проблем, которая стояла, вот, кстати, как бы мы ни относились, он, конечно, враг, серьезный, Жизинский, но он и в своей книжке, он писал книжку «Великая шахматная доска», да, как раз уже он ее писал для того, чтобы предупредить следующее поколение американской элиты, в данном случае элиты, он еще думал, что это будет элита, а не прохиндеи, вот, от того, что в конечном счете все равно придет время, когда Америке придется расставаться с этой гигантской монополией. Вот, но я думаю, что здесь простая, то есть сложная простая тема, как там, деньги, и когда идет безнаказанность, когда идет представление о том, что мы можем все, и вроде бы это все получается, ты начинаешь терять вот эту вот осторожность, ты начинаешь терять вот эту вот систему чуткости к изменениям, и начинаешь не успевать в них вписываться. И вот попытка там, ну, некоторые считают, что как раз попытка привести Трампа к власти, да, это была такая некая вот, вот, некая зацепка, но она не состояла, сейчас, возможно, не ищут новый, новый какой-то вот такой толчок для переоформления. Но насколько уже вскормленная вот в это развращенное во многих случаях, в данном случае, как мы там сказали, политический пласт, и уже считающий, что все и так уже сделано, и нужно только удерживать, насколько вот тут количество его не перешло в качество самого видания, конечно, вопрос вопросов. Я не хочу ее полностью списывать, и то, что там есть очень серьезные аналитики, безусловно, и со счетов ни в коем случае их сбрасывать нельзя, но насколько, опять же, вот возвращаемся к Валдаю, да, количество уже людей, которые мыслят более масштабными категориями, мало того, мыслят категориями созидания, а не удержания, уже на другом полисе больше, возможно, что теперь это уже бесполезно, все эти зацепки. Но еще раз подчеркиваю, который раз, что эта борьба очень серьезная, и она еще даже в начальную фазу не вошла. То есть она вошла, скажем так, в начало начальной фазы. Не случайно же, опять же, сегодня будем видеть исцелаться Владимир Владимирович, что у нас предстоит очень серьезное десятилетие, понимаете? Значит, получается, мы в начале десятилетия, то есть точка отсчета только вот-вот-вот начинает разворачиваться. И, конечно же, попытки, причем попытки через деструкцию ломать или подкупать кого-то, именно подкупать, сегодня опять же один аналитик хорошо сказал, что не привыкли всех покупать, сами ничего не созидают. Мы же с вами когда-то обсуждали, что вдруг Америка утратила статус экономической державы, да, сейчас Германия утрачивает статус тот, кто производит, а всегда держала все на труде. Как бы мы там ни говорили все-все, но даже и в этом смысле природа берет свое. То есть кто-то трудится, тот, кто созидает, мыслит вот этими статистическими категориями. А кто начинает спекулировать, начинает играть вот в эти как бы такие короткие, как бы их назвать, ну шашки – это хорошая игра, ну короткую какую-то вот такую комбинацию, тот зачастую проигрывает. Поэтому вот их комбинация, там разрушим, здесь дестабилизируем, там разрушим, здесь дестабилизируем. И вот это вот такая полифония всех кризисов, которая в конечном счете уже концентрирует другие центры влияния, говорит, так завтра они нас так разрушат, ну давайте объединимся, потому что ну как-то оно совсем уж… И тогда, да, может быть и по принуждению пришлось людям, которые в какой-то мере часть и верила Западу, а оказалось, что ребята обманули, а когда обманывать серьезных людей, они тоже могут начинать мыслить стратегически. Это нехорошо. В общем, иными словами, резюмируя, безнаказанность привела США к очень серьезным проблемам. Да, развращенность. Знаказанность и развращенность. Что ж, постараемся излечь уроки из этого. Благодарю вас, Андрей Вячеславович, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Андрей Вячеславович Яковенко, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Луганского государственного университета имени Владимира Даля, был в нашей студии. Мы прерываемся на информационный дайджест, после которого вернемся в эфир.